привет друзья я продолжаю серию обзоров на умные балансные зарядные устройства что это такое совершенно обалденная вещь очень полезная в хозяйстве она пригодится не только профессионалу но и любому домашнему мастеру с помощью этой штуки вы сможете зарядить абсолютно любой аккумулятор а их нас окружает согласитесь сегодня очень много это и ради управляемые игрушки аккумуляторы в автомобилях строительный инструмент колонки музыкальные фонарики можете заряжать даже от обычные вот такие отдельные банки сегодня мы с вами поговорим о вот таком умном балансном зарядном устройстве от компании htrc модель называется ты 400 про это зарядное устройство бесконечно похоже на предыдущую модель т 240 о которой у меня выходило подробное видео на канале ссылка будет в описании можете пройти посмотреть там мы провели тесты измерения и в целом все детально изучили разница между этими зарядными устройствами минимальная поэтому обзор сегодня будет такой упрощенный подробности смотрите в прошлом видео а сегодня лишь поговорим о отличиях т-400 от т-240 почему же устройство называется т-400 все потому что здесь указана его максимальная мощность 400 ватт но на самом деле это обманка маркетинг дьявол кроется в деталях 400 ватт возможно только при использовании внешнего источника питания а с внутренним это 200 ватт и на деле оказывается что отличие от предыдущей модели минимальная у т-240 это 150 ватт с внутренним блоком питания а здесь 200 отличие всего лишь 50 ватт это совсем немного но при этом т-400 ощутимо дороже может быть здесь есть какие-то новые продвинутые функции вот видите написано multi language то есть поддержка нескольких языков может быть русский есть сегодня мы это узнаем внешне отличий почти нету у т-400 изображена карта и пластик черного цвета а у младшей модели он серый в остальном все тоже самое абсолютно одинаково те же разъемы бананы балансировочные разъемы вывод для датчика температуры сзади кнопка выключения кстати за эту штуку компанию htrc я просто обожаю они большие молодцы очень жаль что другие компании так не делают как и у предыдущей модели т-240 здесь установлен очень шумный вентилятор гудит он просто как самолет поэтому я еще в прошлом своем видео рассказывал как решается эта проблема отклеиваете резиновые ножки под ними винтики открываете корпус и подбираете на вентилятор подходящий резистор чтобы кулер не так сильно шумел но имейте ввиду что это можно делать только в том случае если вы не используете зарядное устройство на полную мощность дополнительно я также устанавливают термо реле чтобы вентилятор не работал все время включался только в тот момент когда зарядное устройство начинает нагреваться без переделок вентилятор сразу включается в режиме разряд а во время заряда аккумулятора с небольшой задержкой более того что удивительно кулер иногда срабатывает и в режиме покоя когда зарядное устройство ничего не делает просто включена и находится в режиме ожидания теперь давайте посмотрим что у нас внутри при включении появляется логотип t400 duo также как это было и у модели t240 и на первый взгляд кажется все абсолютно одинаково но в действительности после включения обоих устройств сразу замечаешь очень важное отличие экран у t400 заметно темнее и читается хуже я не знаю с чем это связано но это факт более того есть еще один важный недостаток видимо из-за того что использовались не очень качественные компоненты полной тишине от t400 исходит очень неприятный высокочастотный писк принципе оба устройства пищат но у младшей модели этот эффект проявляется слабо и в целом не напрягает а в t400 его очень отчетливо слышно хотя конечно сами понимаете все это личное восприятие и исключительно индивидуально мне конечно будет сложно передать его на камеру ну я сейчас попробую конечно этот звук в реальной жизни заметно тише сейчас его просто усилил но когда в комнате полная тишина и вот эта высокая частота знаете как вот комарик пищит если никаких больше звуков нету то это прям вот действует на мозги очень раздражает давайте посмотрим что поменялось в интерфейсе первое что бросается в глаза это сделали покрупнее буквы далее можно обратить внимание что пропала кнопка калибровка вот здесь она была справа в данном зарядном устройстве эта функция не совсем полноценная она регулирует только балансировочный разъем и никак не влияет на силовые контакты но все-таки кому-то может пригодиться в t400 она никуда не пропала просто переместилась в раздел настройки а вместо кнопки калибровки у нас появилась функция смены языка что казалось бы вселяет большие надежды но в действительности увы и ах это опять не про нас здесь добавили два языка китайский и немецкий на этом и все хотелось бы вам еще что-то интересное рассказать но говорить не о чем все функции абсолютно те же самые ничего не поменялось и даже глюк с настройкой универсального блока питания сюда перекочевал в полном объеме как вы помните из прошлого обзора при всех достоинствах t240 у нее есть один существенный недостаток она неправильно измеряет ток и поэтому не подходит для определения емкости аккумулятора давайте узнаем поменялось ли что-то в этом плане в модели t400 я подключил литиевый аккумулятор выставляю ток разряда 1 ампер смотрим а на самом деле ток 700 миллиампер то есть зарядное устройство думает что она снимает 1 ампер а по факту значительно меньше это означает что измеренная емкость нашей батареи будет сильно завышена то есть обобщая в зарядном устройстве ничего не поменялось а можно сказать даже стало хуже парадокс но это так прирост мощности в 50 ватт это не является конечно большим достоинством при потере в яркости экрана и использование менее качественных компонентов но в целом ребята я хочу сказать что этот продукт от компании htrc по-прежнему остается одним из самых классных и удобных среди зарядных устройств которые мне попадались в руки да к сожалению она не умеет правильно измерять емкость аккумулятора но у него есть масса других достоинств главное из которых это такой параметр который называется юзабилити удобство использования в качестве примера я могу привести устройство и charger x6 который является очень точным в нем огромное количество функций абсолютно профессиональный инструмент но пользоваться им совершенно невозможно оно бесконечно неудобное стоит ли переплачивать за т-400 на мой взгляд нет никакого смысла по сути это абсолютно одинаковое устройство тот же размер те же интерфейсы ну даже в чем-то т-400 хуже единственный случай когда действительно будет оправдана покупка т-400 это использование его в комплекте с внешним источником питания тогда у вас прирост мощности составит 160 ватт что касается повседневной работы с нашими аккумуляторами заряд разряд режим хранения здесь все на высшем уровне прекрасно работает вольтметр что модель t240 что-то 400 знаете вот их преимущество нельзя увидеть на фотографии или прочитать в описании только тогда когда вы начнете ими пользоваться вы почувствуете насколько они удобны если вам нравятся мои обзоры если вы узнаете что-то новое и полезное для себя обязательно подписывайтесь ставьте лайки и большая просьба поддерживать канал донатами ваша помощь очень помогает в появлении новых интересных сюжетов ну на этом в общем то и все пока